За победу в матче хоккеисты команд Сару 2005 и Менталург 2005 боролись на равных. На каждую заброшенную шайбу соперники тут же отвечали голым. Первый период закончился со счетом 1-1. После второго отрезка игры опять ничья 3-3. Лишь в заключительной части матча пятая шайба Заровчан осталась без ответа. Атаки выксунцев не увенчались успехом. Возможно где-то усталость моральная накопилась. Плюс это такой пик сезона, что и травмы где-то маленькие, небольшие игры, моральную утомляемость. Плюс много ребят не было основных. Менталург приехал в Саров без шестерых игроков основного состава. Поэтому за команду играли ребята 2006 и 2007 года рождения. После проведенного матча выксунские хоккеисты находятся на шестой строчке турнирной таблицы. Команда потеряла турнирную мотивацию в плане борьбы за выход в плей-офф. То есть потеряли шансы. Поэтому немного не настроились, но не оправдывает нас. Результат очень безобразный. Ребята сыграли очень плохо. С точки зрения эмоций, желания борьбы. Несмотря на победу в матче, тренер Саровской команды тоже остался недоволен игрой своих подопечных. По его мнению, ребята могли и раньше переломить ход игры в свою пользу. Немножко удаление подвели. Если бы не удаление, то уже после второго периода можно было спокойно играть. Но вот то, что дисциплина немножко подвела удаление, и счет 5-4 в конце дали шанс почувствовать команде соперника, что они могут выиграть. Штрафовали юных хоккеистов в каждом периоде. Игроки обеих команд нарушали правила и отправлялись на скамейку запасных. В следующий четверг юные спортсмены из команды Саров-2005 скресят клюшки с хоккеистами из Первомайска, которые занимают верхнюю строчку турнирной таблицы. Елена Грисовкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.